ЖКХ Губинский пролил свет на номера домов. Управляющая компания установила на домах 202 микрорайона светодиодные ошлаги с указанием адреса и номера. Таким образом, работники компании хотят сделать удобнее ориентирование внутри квартала. Подробнее о нововведении, как к нему отнесли жители, узнавала Саргалана Захарова. Мелочи приятно говорят работники ЖКХ Губинская. Теперь номера домов можно увидеть издалека. Примечательно еще и то, что светодиодные лампочки, которые установлены внутри номеров, потребляют очень минимальный размер электроэнергии. И в год, по подсчетам авторов идеи, это вылится всего около 80 рублей. Сама конструкция изготовлена из оргстекла. Материалы светодиодной лампы смогут выдержать даже самые сильные морозы, говорят в компании. Это указатели наверняка не только нашим жильцам, но и надеемся, что будут хорошим ориентиром для гостей столицы и для служебных машин, допустим, скорая помощь, полиция, газовая служба. Не секрет, что расположение домов внутри квартала порой сбивает с толку даже его жителей. Путается в номерах и таксисты, и экстренные службы, для которых каждая минута на счету. Старожилы 4-го корпуса рассказывают, что с каждым годом во дворе становится светлее и чище. Даже такая, на первый взгляд, мелочь поднимает настроение. И таксисты жаловались, что темно, адреса не видно. Вообще-то это правильно, что делают сейчас такое освещение. Всем видно и все хорошо. Да и не страшно ходить. Идея появилась еще в мае, говорят, в управляющей компании. В управу Губинского округа обратились волонтеры, которые должны были поздравить с праздником победы ветеранов. Но вот с поисками адресов вышли сложности. Тогда они с этой инициативы вышли уже на нас. И у нас есть общественный совет при округе, в числе которых есть Владислав Михайлович Дмитриев, генеральный директор управляющей компании. В принципе, эту идею он сразу поддержал. Тогда мы уже думали, как это реализовать, что можно делать. Вот на сегодняшний день мы видим, уже воплотили в реальность. Теперь это очень удобно. Сейчас номера светятся круглые сутки. Но в будущем их должны настроить на определенное время, чтобы зажигались огни только по вечерам или в густой туман. Прольют свет на адреса домов в скором будущем и на центральных кварталах Октябрьского и Центрального округов. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.